Я приглашаю на сцену сортировать директоров в открытой квалификации бриллиантовых директоров Анна и Александр Шапира. Мы рады всех приветствовать в этом зале. Мы уже второй раз, второй год выступаем здесь. Спасибо, Ольга Владимировна. Добрый день. Ольга Владимировна. У каждого есть семья, есть наемная работа почти у всех. И тут появился бизнес, который много времени занимает. Здесь важно расставить приоритеты. Как мы их расставляли? Во-первых, это работа. Я в школе работала 17 лет, в детстве и литература. Может быть, в зале есть учителя, которые понимают, что это очень много времени занимает. Это подготовка к экзаменам, это проверка тетради, чтение разной литературы к урокам. То есть я здесь, как расставила приоритеты, я поставила цель, что я должна сделать в школе. У меня были выпускные классы, я должна была два класса. 9-й и 11-й нужно сдать экзамены. Я поставила цель, эти дети должны сдать экзамен. Все. То есть лишнее я не делала. Лишний раз собирать уже я не могла проверять, потому что иначе моя команда была бы брошена. Однажды, ну вот к концу года уже, уже на последнем издыхании, когда полночи работаешь, Саша меня последнее время уже поднимала, а не встала, я на работу, тебе нужно собираться. Даже до того дошло, я подошла к заучу и говорю, если я не приду вдруг на работу, что это тогда будет со мной? Но меня каким образом накажут? Они, а, ты что, нельзя на работу не приходить? Я говорю, вы мне скажите, как меня накажут за это? Главное, чтобы в тюрьму не посадили. Да, вот я почему-то боялась, что меня в тюрьму за это могут посадить, я говорю, мне надо четко знать, что будет за это, потому что встать я утром уже не могу. Но я доходила, ну, доработала до конца года, дети экзамены сдали, а они мне сказали, тебе напишут замечание в трудовую книжку или там выговоры и группу, нормально. Это не страшно. Вот, и в приоритете у меня, естественно, был бизнес-эрик-плей, а школа это по, ну, по минимуму. Главное, чтобы сдали экзамены. Дальше. Семья. Дочь у нас есть, она на третьем курсе учится, здесь в Новосибирске. Когда мы зарегистрировали сюда, она закончила 11 класс, и как раз ей нужно было поступать. Она, по-моему, уже поступила. Вот. Первый год работы здесь. Я вся в компьютере, мы онлайн работаем. Саша мне телефон подносит, говорит, ты позвони, Настя-ка, ты же мать. Я говорю, ну, ты позвони, ты же отец, но она приедет, я с ней поговорю, пообщаюсь. То есть вот полностью у меня работа была только здесь. Кто-то меня, может быть, не поймет, но я это делала для того, чтобы в этой же семье, ну, им было хорошо, да, есть муж, который присоединился ко мне не сразу, он присоединился через год примерно, и на него времени тоже не хватало. Однажды он обиделся, забрал матушку, ушел в другую комнату. Ну, мол, через понедельник, наверное, мы с ним и пообщались. Ну, я сижу, работаю, но ушел, ушел. По-моему, да, это было действительно разномечено. Мне-то это не мешало, но мне лишний раз саму еду убортовить не нужно. Каждый сам себе заходил, ну, и убирать тоже, ну, понимаете? Не, я просто умею все равно. Я как-то услышала, правда, летящая стрела, пейзаж не наблюдает, и вот мне было по барабану, накормлено, не накормлено, и дома обрано, не обрано. И вот он там пожил две недели в другой комнате, потом открывается дверь, я сижу за компьютером. Он, мы будем с тобой, наверное, разводиться. Я говорю, хорошо, давай будем разводиться, и только не мешать. Через пять минут он пришел с подушкой в комнату. Все. Что-то когда я не помню. Помним потом. Кто? Ну, вот так было. То есть я сейчас даже девчонкам говорю, если вам, мужья, говорят, что я с тобой жить не буду из-за реклэйн или там еще что-то, я говорю, это они вас пугают. Что он мне сказал разводиться? Ну, как можно со мной разводиться вообще? Я здесь не зарабатываю. И после этого у нас вообще все было замечательно. Он лег, сказал, я буду здесь лежать, в такую прямо вещь. Я говорю, ну ладно, мы не мешаем только работать. А присоединился, когда я уже ИП открыла, когда мы уже первое накопление сняли. Но я уволилась. И через два месяца Саша уже уволился, и мы стали вместе с ним работать. То есть, вот смотрите, цель какая, да, у меня была. Расставить приоритеты на первое место, поставить реклэйн. Не из-за того, что мне семья по барабану, а из-за того, что вот эта семья, она сейчас живет, дочь себе у нас, в принципе, ни в чем не отказывает. Что она хочет, я не могу это купить. Ну, не сильно там прям что-то такое крутое, но все равно, достаточно нормально по сравнению с другими. Мы были с Настей в Испании на золотую конференцию, я ее права, с Сашей, мы были в Египте. Нас приглашали на семинары, мы были в Уфе, проводили семинар в Екатеринбурге. Сейчас нас пригласили уже на Байкал. То есть, это круто. Это путешествие, это свобода. А благодаря чему? Благодаря правильно расставленным приоритетам. Ну, давайте про приоритеты как разу добавить. Вот хочу обратиться к тем девушкам, которые только-только начинают свой путь в этой компании, в компании Арифлейм. Вот не бросайте. Даже если мужья вам будут мешать, да, не бросайте ни в коем случае. Вот тот, кто не бросит, да, пройдет какое-то время, ваши мужья, не все, многие, к вам присоединятся, и им потом будет очень стыдно. Вот поверьте. Мне вот сейчас как-то не очень хорошо. Знаете, я вот теперь последнее время, не то, что последнее время, периодически задаю такой вопрос. А что поменялось, да, с приходом компании Арифлейм в нашу жизнь? И вот я хочу сказать именно про себя. Несколько моментов. Первое – это окружение. Знаете, я последние 13 лет перед пенсией отработал в колонии строгого режима. И у меня там был один принцип, которому я придерживался, который меня вполне устраивал, который четко работал. Верить в этой жизни нельзя никому. Порой даже самому себе. Ну, такие измерки профессии. И вот так 13 лет я жил. И знаете, к моменту выхода на пенсию, ну, у меня на самом деле не было друзей. Были хорошие знакомые, были коллеги, сослуживцы. Вот таких друзей настоящих не было. Был один, но он и есть. Но он далеко живет. Поэтому до сих пор он друг. Понимаете? Вот. Были хорошие, очень знакомые. И когда я присоединился к Ане, понял суть бизнеса, ну, наверное, все это проходили, я побежал. Просто побежал ко всем людям, кого я знаю. Побежал, да, опыта нет. Поэтому я никого не заинтересовал, естественно. И когда у меня спрашивают, ну, что за бизнес предлагаешь на тот момент, да, когда я побежал, я говорю, вот такой классный бизнес, начинаю рассказывать. Мне говорят, а, так ты помадками будешь торговать? Я говорю, да ты что, какими помадками торговать? Начинаю опять объяснять. То есть, ну, не получается, да, ошибки эти характерные для всех новичков. Поэтому вот как-то так. Получилось, что я никого не зарегистрировал. Прошло время. Прошло время где-то год. И знаете, я что заметил? Что мои хорошие знакомые стали меня избегать. Стали избегать, как-то, знаете, избегать встреч со мной как-то. Вот едешь на машине, голову отворачиваешь, делаешь вид, что не видят меня. вот такие моменты. Мне это надоело, я одного поймал. Поймал, говорю, ты почему избегаешься? Ну, что вы вроде общались нормально. А он знаете, что мне отвечает? Он мне говорит, ну как? Ты же сейчас вон, а ты же со мной не будешь общаться. Ты это сам для себя решил. Покапайся у себя в голове. И мое отношение к тебе никак не поменялось. Вот, знаете, как вывод, да? Компания Reclame показывает, мне, во всяком случае, показала, да? Кто на самом деле друг, кто на самом деле хороший, знакомый, а кто не очень. Вот еще и момент такой. Если ты зарабатываешь столько же, сколько твой друг, да? Ты нормальный парень. Если ты зарабатываешь меньше него, ты неудачник. Ну, как сейчас говорят, ты лох. Да? Меньше меня зарабатываешь. А если ты зарабатываешь больше него, начинаешь больше него зарабатывать, то ты автоматически становишься нехорошим человеком. Ну, как грубее это намного звучит, да? Я убедился в этом на личном примере. Так вот, вот это все окружение, которое было вокруг меня до Reclame, оно было не настоящее, оказывается. Настоящие друзья я приобрел именно в этой компании. У меня есть друзья, которых я ни разу в жилую не видел. То есть, только Skype, звонки, вебинарные комнаты. Но я уверен, что это настоящие друзья. Вот, один момент. Следующий момент. Опять же, принцип, про который я говорил. Нельзя верить никому, да, порой даже самому себе. Я научился верить людям. Я научился верить людям в этой компании, в этой компании, потому что без этого бизнес не построить. Еще, что хотел сказать. Говорю, что потерял некоторую часть. Приглашайте к себе в команду успешных людей, которые чего-то достигли уже в жизни. Понимаете, не решайте никогда. Я пытался решать других людей случай, ну, буквально недавно произошел. В начале этого каталога мы решили начать новую группу и искаживаться направленно на человека в первую линию. И есть у нас знакомый, даже, ну, как знакомый, знаем, сколько в лицо у нас в городе живет, и как-то мы ему этот бизнес не предлагали. Ну, за него решили. И Аня говорит, я ему напишу сейчас. Я говорю, ну, не знаю, как-то. Написала. Что вы думаете? Он к нам пришел, начал звучать и говорит, а вы почему мне раньше об этом не рассказали? Почему мне не рассказали об этом раньше? Как вас потом оказалось, он учился в институте, по-моему, торговом. Могу ошибиться. И диплом он писал, знаете, на какую тему? Сетевой маркетинг. Вот так это получилось. Сетевой маркетинг он учил, а человек, с другой компанией, но тогда вот он изучил Арифлэн, он говорил, почему мне раньше об этом не рассказали? Вот. И еще, Стас говорил в своем выступлении, я не представляю, как люди могут жить там на 30, 40, 50 тысяч, вы знаете. Конечно, материальная сторона этого бизнеса очень приятна. Очень. Мы тогда сидели, помнишь, когда я только присоединился, вот, станем золотыми директорами. Вот классный подход у нас будет нам хватать. Потом, нет, наверное, надо стать старшими золотыми. Потом, вы знаете, я сейчас, на самом деле, начинаю с минуты представлять, как можно жить на 150, 180 тысяч. Вот честно. Хотя мы тебе лично, вроде, ничего не позволяем. Поэтому, ставьте цели повыше. Повыше. Спасибо. 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 Вы знаете, я, я, я как всегда не могу, да? Я должна сказать, потому что я должна сказать слова благодарности обязательно. Слова благодарности, что вы в нашей общей команде, потому что команда Донженки, Родионовы, Шаровы, Шапира, это тоже моя команда. И я просто в восхищении, что приходят такие люди. Вот Саша сейчас сказал одну очень важную вещь, это тоже из области секрета. Посмотрите, секреты все касаются не формы работы, они все касаются внутреннего содержания человека. Любой успех или неудачу нужно искать только внутри самого человека. и вот Саша сказал о том, о формировании вокруг себя людей. Понимаете, действительно, мы в этом бизнесе учимся формировать вокруг себя друзей и единомышленников. и если люди не понимают и если друзья вот так к вам относятся пренебрежительно только за то, что вы пришли в сетевой маркетинг, не бойтесь потерять друзей, не бойтесь. Если люди за вами не идут, скорее всего, это не единомышленники. Но приходит огромное количество других, новых людей, и это вы формируете вокруг себя общество нового сливочного, я бы так сказала. Понимаете, да? Это вы становитесь центром того окружения, которое вы сами себе формируете. И еще я просто хочу подчеркнуть те мысли, которые вы сегодня услышали. Анна и Саша выступают второй раз. Они сейчас, говорят совершенно другие вещи. Они будут выступать третий раз, и мы опять услышим от них что-то новое. И Аня сейчас сказала важную вещь. Она сказала, что я отставила все, я отбросила все. Ее ничего не интересовало. Быть в ресурсном состоянии постоянно и вот это и приводит к достижению результата. Посмотрите, еще Томила понижаема когда-то сказала, моя младшая дочь Снежана всегда задавала мне вопрос, мама, почему ты мне никогда сказки не рассказывала? и Томила сказала, зато сейчас ты живешь как в сказке. И сейчас Аня и Саша это подтвердили. Да, на время забыли про детей. Может быть, это кощунственно, но зато потом ваши дети попадают в сказку. И еще глядя вот на эту потрясающую красивую пару я могу сказать, вы достойны той красной дорожки, по которой вы теперь будете ходить всю оставшуюся жизнь. Михаил Шишкин «Слова Языкова» «Романс Ночь Стекла» исполняет Вилара Бартоломеева у Рояля Нелли Щерлина. Вина Вилара Бартоломеева ухудкнится вокального факультета Ташкентской государственной консервы с 1992 по 1994 год являлась солисткой Ташкентского театра музыкальной комиссии. Исполняла ведущие партии в Таиске Рептатской партии «Ведучая мышь», «Веселая даба», «Сильба». С 1994 года солистка Новосибирской государственной скорости активно сотрудничает с разнообразными гармоническими коллективами. Новосибирским академическим симфоническим оркестром, камерным хором, русским академическим оркестром, концертным духовым оркестром, камерным оркестром, сольные партии Грек Лево, Моцарта, Уэбера, 9-й синглоне Заслуженная артистка в России Консультант Альфеи Спасибо. 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 Спасибо.